Расскажи, как идея-то делась, как все это было? Анисимов, главный арбитр континентальной хоккейной лиги, начал по ходу нынешнего сезона очень уверенно себя чувствовать в качестве моего соведущего. Порой мешает ведущему правильные вещи говорить, перебивает как только может. И в конце концов у нас периодически возникают даже небольшие конфликты относительно того или иного эпизода. Но в какой-то прекрасный момент прозвучала просто фраза, вот ты иди посуди, попробуй сам. Вот, собственно говоря, вот эту идею мы таким образом и вынашивали. Плохо, что сегодня побриться не успели. То есть вот такая была еще история, потому что по регламенту небритым судьям быть нельзя. Серьезно? Такой есть пункт? Конечно, да. Но это еще одно доказательство того, что с судьей Анисимов можно договориться. Два полуфинала, да? Скажи, сколько? Два полуфинала. Не знаю, чтобы договориться. Не могу сказать, это уже наша такая секретная информация. Два полуфинала отработали, да. А почему не финал? Что тебя не поставили на финал чемпионата? Ну, говорят, что булеть не поставил. Там был момент с Гусевым. СКА давил тебя? Нет, с Марковым была довольно забавная история, потому что Назаров сразу попросил запрос взять на офсайты. Сразу забили там команде Чернышеву. Назаров говорит, давай посмотрим на вне игры. Я поехал, это все дело объявил, а Марков ко мне сзади подъезжает. Говорит, что ты смотришь, мы ничего не просили. Говорит, а это уже вопросы к тренеру. Красиков раздавал комплименты, говорит, судья главный похож на Хаттабыча, выдергивает из бороды волосыка и все налаживается сразу. Красиков на кого сегодня был похож? А из-под маски вообще ничего не видно. Я сначала подумал, это вообще кто. Пусть Леха не обижается. Кстати, его Мазякина спросили, как там Гучик в роли арбитра. Он сказал, кто это? То же самое, один-один. Последний вопрос, слушай, расскажи. У тебя опыт есть в судействе? Ты работал раньше в суде? Я в Минске судил. Там была история следующая. То есть, как все обычно судьи начинают с детишек. У меня прям такая трагическая вещь немножко произошла, потому что я прошел наконец-то сборы судьи экстралегии. Меня позвали за два года судьи и сказали, он, наверное, готов. Я поехал, сдал все нормативы, но тут все карты спутал конкурс комментаторов в Москве, которые я так дал. Подрезали. Да, и, в общем, приоритет был сделан в эту сторону. Сочувствуем. Все, удачи тебе. Все, спасибо. Лучше комментировать в России, чем судить в Белоруссии.